Девочка-пай Эта история началась в конце мая 2001 года на небольшой скале, приютившейся в одном из ущелий одного из хребтов Алтая-Саянского региона. Молодой самке из выводка Балобанов, сотрудником полевого отряда Института исследования Соколов, был имплантирован микрочип, имеющий свой уникальный идентификационный номер. Казалось бы, на этом история закончилась. Номер введен в базу данных, молодые Балобаны возвращены на гнездо, но судьба распорядилась иначе. С некоторых пор клобучок стал привычной ношей для нашей самки Балобана. Пройдя через руки нескольких торговцев, она оказалась в небольшой стране на Ближнем Востоке. Но занять место светлого сокола на плече почетного шейха ей не удалось, и она вместе с партией других соколов отправилась дальше, осваивать закоулки соколиного рынка. Микрочип, имплантированный еще в детстве, числился в базе данных, однозначно указывая на то, что эта птица изъята из природы. Сотрудник таможни закончил осмотр и оформление конфискованных соколов, тем самым определив начало пути в их новую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Грузовик, проделав немалую дорогу, привез соколов в питомник по передержке конфискованных птиц. Большинство соколов проведет здесь долгие месяцы, сидя на перекладине, покрытой мягкой тканью, в ожидании очередного приема пищи. Основная масса птиц из таких питомников отправляется в специализированные центры по разведению, и об их недавнем пребывании напоминают лишь клобучки, пылящиеся на стенде. Но нашей самке повезло. Ее и еще пару балобанов списали на волю. Передатчики надеты на спины соколов, как рюкзачки, и вот наша самка исчезает вдали. В мае степи Южной Сибири окрасились в зеленые цвета. Самка конька уже сидит на первой кладке. Какие-то звуки взволновали ее. Это жаворонок, взмылый вверх с таковой песней, добавив свой голос к общему гомону птичьих голосов, наполнивших воздух. Поднявшись ввысь, самец жаворонка снова спешит спуститься в траву, к своей подруге. На возвышающемся над степью останце устроили гнездо махноногие курганники. Самка находится на страже пуховых птенцов, пока самец добывает пропитание. Самка жаворонка в траве потеряла своего партнера, зато его заметил острый глаз курганника. Отец семейства на мгновение появился на гнезде с добычей и, передав ее самке, снова отправился на охоту. На соседней горе, на скале загнездились пустельки. Они не устраивают гнезда, как хищники семейства ястребинных, а занимают различные полки и ниши, где откладывают яйца прямо на голые камни, присыпанные песком. Эта самка насиживает кладку на открытом уступе. А у этой пустельки, устроившейся в укромной нише, только что вылупившиеся птенцы. По соседству с пустельками, на скале массивная постройка. Она принадлежит черным аистам. Завидев людей, черный аист покидает гнездо с кладкой. Мы быстро осматриваем его, чтобы кладка не перегрелась на солнце. И через пять минут после нашего ухода, самка снова садится на кладку. В период насиживания, самец большую часть времени проводит в поисках пищи, на водоеме в 10 километрах от гнезда, а самка на гнезде. Пройдет еще полмесяца, и у черных аистов вылупятся птенцы. Над соседним ущельем крупная птица стремительно приближается к скалам. И вот она уже на гнезде. Это гнездо принадлежит семье беркутов. Мы видим редкие минуты, когда обе взрослые птицы вместе. Беркуты раньше других птиц приступают к размножению. Поэтому в середине мая в их гнездах уже крупные птенцы. Оперяющемуся птенцу необходимо много пищи, и беркуты добывают в день одного сурка или зайца. Продолжение следует... Сейчас в гнезде остались лишь остатки вчерашней трапезы. И немного пообщавшись, партнеры расстаются. Самец спешит на охоту, а самка остается в гнезде. Мы покидаем беркутинное ущелье и через некоторое время выезжаем на предгорное плато. Дальше скальные гряды, покрытые лесом. Автомобиль здесь не пройдет. Грифы, восседавшие на самых высоких скальных вершинах, сорвались с них при нашем приближении. И, сделав несколько кругов над скалами, стали медленно растворяться в степной долине. Именно отсюда исходит сигнал с нашей самки Балобана, история которой началась два года назад в этих горах, и чуть было не кончившись трагически, получила столь неординарное продолжение. А вот и первая скала с присадой Балобана. Самка слетела с гнезда, показав тем самым его местоположение. На ее спине нет передатчика. Самец появился на гнезде с добычей и приступил к кормлению птенцов. Принесенная им пищуха делится на множество лакомых кусочков. Несмотря на то, что взрослая птица старается покормить всех птенцов поровну, больше всего еды достается самым бойким и более взрослым Балабанятам. Балабанятаме, сильные лакомых кусочков. Балабанятаме, сильный. Закончив кормление, балобан закрывает птенцов от палящего солнца. В такой позе он может простоять больше часа. По соседству устроились махноногие курганники. Взрослая птица прилетела с добытым сусликом, чем привлекла внимание птенцов. Продолжение следует... Осмотревшись, курганик приступил к кормлению. Птенцы уже начали одеваться в перьевой наряд, поэтому им надо много пищи, как минимум четырех сусликов в день. На скале над речной долиной находим очередное гнездо балобана. Пока взрослых птиц рядом нет, мы спускаемся на него с целью мечения птенцов. Птенцовская песня. Птенцовская песня. Городная песня. Какое всё. Ну вот работа с птенцами закончена и мы покидаем гнездо. Через некоторое время родители появляются на гнезде с добычей. Самец сразу же улетает снова на охоту, а самка остается кормить птенцов. На ней тоже нет передатчика, значит поиски будут продолжены. Время идет и мы колесим степные предгорье хребта. Уже вечером на очередной скале находим гнездо балобана с оперяющимся птенцом. Самец очень темной окраски на минуту появился на гнезде и снова улетел на охоту. Самка так и не появилась. Ее останки мы нашли в гнезде филина, приютившемся в нише приречной скалы. К счастью, это оказалась не наша птица с передатчиком. Филинятам уже больше месяца, но они еще ни разу не покидали темный мир уютной гнездовой ниши. К светлому миру речной долины у них свое специфическое отношение. Филинятам уже больше месяца Спустя две недели фелинята покинули уютную гнездовую нишу и теперь проводят день в небольших укрытиях среди скал. Мимо такого красавца пройти никак нельзя. Базу данных пополнят его размеры и номер кольца. Горные степи уже выгорели на июньском солнце, а мы до сих пор не нашли гнезда нашей самки Балобана со спутниковым передатчиком. Может она не размножается? На очередной гнездо махноногого курганника прилетела взрослая птица с добычей. Здесь три оперенных птенца. Птенцы сыты. В гнезде лежат уже три свежие тушки пищух. Немного посидев на гнезде, курганник отправляется на свою любимую присаду. По соседству в старой постройке курганников выводы к Балобанов. Но обе взрослые птицы без передатчиков. Одна из них появилась на гнезде с добычей, о чем соколято сообщили всей округе. Балабана. Убираем балабана. Балабана уже как combinationored на гнезде, попкачем investителей извidersи гнезда, для тех, что стартовые птицы, проекты свеж年的 бутылок. Балабаный01. В очередном ущелье в небе появился балобан. Это самец подвергся атаке пустельги. Самка с добычей появилась на гнезде, на ней нет передатчика. Неосмотренной осталась лишь группа останцев за рекой. Там скрывается последняя надежда найти нашу птицу со спутниковым передатчиком. Еще два года назад на этой лэп гнездились курганники и балобаны, но местные жители попилили столбы на дрова. И остался только этот столб, занятый нынче курганниками. Один птенец из четырех покинул гнездо и, оказавшись на земле, сдался на волю орнитологов. Еще одно гнездо курганника мы обнаружили на одиночной усохшей лиственнице на склоне Степной горы. В гнезде оперенный птенец, которому родители регулярно приносят добычу. В гнезде курганника кипит своя жизнь, воробьи кормят птенцов. Когда взрослые курганники отсутствуют, воробьи ведут себя очень нахально. На этот раз выдернуть пух из птенца не удалось, но на утепление гнезда пойдет и лимной пушок. Вскоре последний останец предстал перед нами во всей своей красе. Не успели мы выйти из машины, как в небе стремительно промчался балобан. Сокол сел на гнездо и на солнце блеснули антенны передатчика. Наша самка балобана, побывавшая в неволе, нашла себе партнера и вывела трех птенцов. Это настоящая удача. Отправившись снова на охоту, она даже и не подозревает, что из партии соколов, выпущенных в природу из арабского плена, она осталась одна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА